Друзья, всем большой привет, всем доброе утро, потому что у меня утро, я снимаю это видео утром. И, как вы знаете, я снимаю макияж на своем канале, наверное, 4 раза в год. Ну, собственно, по сезонам. Я подумала, что я не могу начать качественно и хорошо свою осень без осеннего макияжа. Поэтому сегодня я решила встретить вас чашечкой кофе. Очень вкусный, уже остывший, правда, немного. Можественный просто, вообще. Как же я люблю кофе, друзья. Сегодня я покажу вам осенний такой гранж макияж. Такой немного небрежный, немного рок-н-ролльный, с красными цветами, с черными цветами. Но при этом он будет достаточно легкий, это не хардкорный макияж. Также у меня в планах снять для вас фиолетовый смокий айс, который я тоже очень любила в последнее время делать. Довольно яркий. Так что у меня будет даже два, наверное, осенних макияжа. Лицо я уже, дабы вас не пугать, потому что у меня вскочил такой прыж отвратительный, я решила сразу все нанести. Я нанесла свою любимую тональную основу от Lumine, точнее даже не тональную основу, это такой серум, сыворотка с оттенком. Нанесла, кстати, еще базу от NYX и припудрила чутка. То есть довольно хардкорно для меня. Я решила сделать более теплые румяна. Начнем, давайте с лица уже закончим с ним. Более теплый оттенок у меня вот такие минеральные румяна, вам не видно, но сейчас вы все увидите. Sweet Sense оттенок Auckland, я так понимаю. Это совершенно теплый персиковый цвет, он даже не розовый, он именно вот, знаете, персик. Такой очень нежный персик. С минеральными румянами главное не переборщить, конечно. Но я их очень люблю, потому что у меня от них с кожей все в порядке. Никаких проблем не возникает. Окей, нормально, все чисто на щеки. Так, видно? Сижу тут такая. Ну что, ничего не видно. Давайте так, я буду макияж делать чуть более активно, чем я сама делаю на день. Потому что камера любит съедать цвет. Мне кажется, еще с ним на улицу идти. Ну, пофиг. Так вот. Нанесли, растушевали. Я всегда делаю румяна и хайлайтер. То есть я не делаю никакого контуринга. У меня есть мой любимый бронидер, физичный диспырмила. Но я его даже больше использую как румяна. Чисто так вот просто. Ну, никакого какого-то контуринга я не делаю. Так, блин, я все время из кадра выхожу. Линда у меня в глаза, блин. Хайлайтер у меня от Essence, который называется Strobing Highlighter. Я крайне сомневаюсь, что его можно приобрести сейчас в магазинах. Но почему бы нет? Он вот именно теплый. Я не могу сказать, что это прям лучший хайлайтер в мире. Нет, далеко не самый лучший. Хотя я, в принципе, пробовала не очень много хайлайтеров за свою жизнь. Но, вы знаете, он так себе. Пойдет. За свою цену нормально. Но если бы он стал больше 250 рублей, думаю, что нет. Просто набираю, встряхиваю излишки и чисто на щеки. Ну, как, на скулы, да? На очень бледную кожу он явно не пойдет, потому что у него очень такой прям... Как-то желтоватый у него есть. Хотя он теплый. Что тут сказать? Ой, друзья, визажист у меня, как я не знаю, как балерина какая-то. А балерина из меня никакая, поверьте на слово. Так, ну, тем не менее, я люблю так красить. Я крашусь так, как умею. И я получаю от этого огромного голоса. Вообще, я люблю макияж. Я больше люблю что-то такое небрежное. Такое, знаете, гранж. Я люблю гранж, вы знаете. Если вы не знаете... Боже, кофе, друзья. Ой, сегодня будет хорошее видео, я уже предчувствую. Так. Что у нас получилось, друзья? Я вот видоискатель из себя не вижу. Камера от меня очень далеко. Да, в принципе. Как вы видите, кстати, лицо у меня не прям заматированное. Потому что вот этот вот серум от Lumine, он дает такое... Я надеюсь, что здоровое, а не жирное сияние. Потому что он предназначен для сухой кожи. Вот так вот, смотрите. Хайлайтер. У меня неплохой хайлайтер. Неплохой, ничего не могу сказать. В качестве базы, друзья, ничего нового. Color Tattoo Maybelline 24 часа. Оттенок стерся. Такой песочно-бежевый. Он не матовый. Он с какими-то блестками, но более-менее... Ну, более-менее нормальный. И уношу ее просто на свои большие веки. Ну, как большие, не маленькие веки. Без этого шага все тени на мне скатываются. Потому что у меня нависшая века, и у меня просто все может отпечататься. Итак, мы нанесли базу. И будем наносить в складку. У меня тут куча цветов лежат. Я думаю, какой взять более темный, более светлый и более рыжий. Знаете, давайте, наверное, смешаем. Возьмем мою палеточку NYX, любимую, четверочку. И возьмем, наверное, вот этот вот оттенок. Такой коричневый. Ну, довольно холодный. И смешаем его вот с этим оттенком палец кислика. Вот когда вы... Вот если вы блогер, и вы снимаете макияжи, у вас такие же проблемы, как у меня, мне интересно. У вас тоже везде волосы ваших животных. Даже, друзья, не то, чтобы прям в складку я наношу. Я стараюсь как-то вытянуть форму, как-то ближе вот к виску, ближе к брови, как-то более-менее поднять мой взгляд. Потому что вот у меня нависшая века. Ну, вы уже все знаете, наверное, об этом. И вот как-то стараюсь немножко затемнить внешнюю часть. Так, деликатно достаточно. Ну, я чуть-чуть вывожу вот к уголку. Также, друзья, как вы видите, я продлила... продлила, повторила этот коричневый цвет немножко на нижнем веке, но при этом совсем немножко, то есть не прям все веко подвела, а только внешнюю часть. Красный цвет. Мой любимый красный. Просто шикарный, бронзовый такой. Я не знаю, я обожаю этот цвет. Беру плоскую кисточку. Потому что другой кисточкой его хрен не несешь. Палетка Слик. Ну, вы уже знаете, вот этот вот. Вам видно вообще? Красный оттенок. Будем наносить на все подвижное веко. Все очень просто. Наносить его несколько трудновато, потому что он немножечко пылит. Но я прощаю ему это, потому что он просто... Он прекрасный. И тут мы уже... Он, кстати говоря, может осыпаться. Такими, знаете, похлопывающими движениями ничего не растираем. Просто так вот хлоп-хлоп-хлоп и наносим потихоньку. Видите, какая пигментация просто... Просто во всеми слопнет. Вот что у нас получается. Этот же красный оттенок я продублировала на нижнем веке. Но, вы знаете, акцентируясь ближе к середине вот подглазного пространства. И сейчас я все это дело немножко растушую, чтобы не было таких прям очень четких границ. Но, опять-таки, это макияж вот реально стиля Гранш. То есть Гранш это не прежность. Поэтому мы все это вот так вот подтушевываем границы. Но, опять-таки, не слишком претендуя на аккуратность. Так, ну что. Более-менее подтушевали границы. Такой макияж, вот я болею. Как-то не выспалась. Слишком много читала. Вот из этой палетки NYX светлого самого оттенка белого. Такого-то шелтоватого. Нанесу под бровь и, опять-таки, немножко подтушую еще оставшись. Важно, чтобы это не был прям очень яркий хайлайтер. Такой прям очень легкий. Желательно матовый. Из палетки Sleek, опять-таки, снапсчет. Вот этот вот цвет шампанского. Другого какого-то названия им придумать просто сложно. Он очень яркий. Я могла бы, конечно, сейчас выпендриться, нанести какой-нибудь фиолетовый в уголок глаза. Хайлайтер, конечно, очень красивый. Очень яркий, скажем так. Друзья, на самом деле, можно, конечно, сделать подводку черную. Вы знаете, что мне четкие линии не идут. Я думаю, что делать. То ли сделать подводку черным карандашом. Давайте попробуем. У меня есть черный карандаш от NYX. Jumbo Pencil. Мягкий карандаш. И мы сверху его растушуем, немножко закрепим черными тенями. Посмотрим, что получится. То есть мы не делаем стрелку. Ну что, я подвела века. Немножко топорно, широко. Ну, в принципе, я так и хотела. И сейчас возьму черный оттенок. И попробую матовым черным его растушевать, чтобы более-менее как-то органично смотрелось. Так, ну, тут поехали. Я расскажу такую историю. Когда я была в Англии, я там очень классно постригалась. У меня была короткая, клевая стрижка. Действительно, очень красивая. И я купила там черные тени. Мои первые матовые черные тени. И это был мой ежедневный макияж. Я просто наносила пальцем, да, пальцем вот эти черные тени себе на века. Просто без растушевки. Вот так бухала себе их. И все. И эти тени я недавно только выкинула. У меня такие приятные воспоминания от них. Это был мой первый такой взрослый макияж, что ли. Так, ну, сейчас, смотрите, у нас получается. То же самое со вторым младиком. У меня как-то получилось само собой, что стрелка, ну, такая мягкая, широкая, растушеванная, получилась само собой. Как-то вот так вышло. Ну, вроде бы более-менее. Она не четкая и все хорошо. Смотрите. Этим же черным я могу подвести внутреннее века. Будет вообще рок-н-ролл. Но почему-то, даже не знаю, может быть коричневый подвести. Давайте я подведу коричневый. Главное не заехать в глаз. Раз. О. О. Кто-то думал, автор, нет макияжа. Это просто... Не синий какой-то. О. Не такой грант. Все, друзья. С этим делом закончили. Сейчас давайте я за кадром нанесу тушь и быстренько сделаю брови. Брови я просто причесываю гелем для бровей. Это сенс. И все. Я не заморачиваюсь. И покажу вам два варианта губ, которые я ношу просто постоянно. Итак, друзья. Я нанесла тушь, нанесла брови. Брови. И давайте покажу вам два варианта губ, которые мне очень нравятся. Оба варианта от NYX. И сначала нанесем карандаш от Essence. Такой нюдовый, теплый карандаш. In the nude. Думаю, очень многие известны. Хороший, кстати, карандаш. Просто обвожу губу. NYX из Ахматовой серии. Оттенок Butter. Это своего рода нюд. Линда гоняется за мухой. Это такой нюд с примесью серого. Я обожаю серые губы. Я обожаю губы такого неживого оттенка. Всегда любила. Хотя многим они не нравятся. Собственно, моей маме. Я просто обожаю. Итак, друзья. Это у нас первый вариант губ. Более светлый. Но в то же время осенний. Очень гранжевый. Потому что любая, мне кажется, холодная такая пельня серого. Это уже... Это что-то явно не полумбранное. Ну, по крайней мере, для меня. Я обожаю такие оттенки. Это мой повседневный цвет. Я ношу его вообще круглый год. Кстати говоря, наверное, это единственный из большинства нюдов, что я пробовала. Который я однозначно куплю еще, если он закончится. А он уже... Ну как? Еще много, конечно. Но я его очень активно использую. Второй вариант губ более яркий. Это опять-таки NYX. Матовая серия оттенок Mason. Это такой холодный коричневый цвет. Тоже опять-таки с примесью серого. Мне кажется, у меня его даже меньше, чем этого стоя. Очень странно. И единственное, что я могу сказать по поводу этих помад из матовой серии NYX, что их нужно наносить, конечно же, на довольно-таки увлажненные губы, потому что они отсушивают немножко. Ну, в принципе, не критично. Конечно, уже привет из девяностых. И довольно осенний, как мне кажется. Несмотря на то, что он все-таки более холодный, чем теплый. Я думаю, что эти две помады идеально подходят под такой своего рода гранжевый макияж. С красными оттенками, с черными оттенками, более осенними. Обожаю этот макияж. На самом деле, вот эту черную стрелку, такую растушеванную, я сделала впервые. Обычно я не наношу никакую подводку. Просто наношу тушь, и все. И я готова. Но сегодня так пришлось несколько экспериментировать. Так что, друзья, я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вы тоже будете экспериментировать с осенними макияжами. Потому что для меня осень – это пора экспериментов. Потому что, слава богу, холодно, макияж не течет. Можно носить яркие помады. Как-то самовыражаться. По-моему, это очень здорово. Так что вот, что у нас получилось. Продолжение следует...